Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Спасибо, спасибо. Похвалила, ну что, похвалила, хорошо. Там нет ни хера... А, я здесь не был, кстати. Че-то пошло. Эта записка адресована... Мне. Прикинь? 4 июля 2010-го. Уйди. Бэт Уайлдер, это видео для тебя. Уйди, говорю. Ты убеждал меня не ходить в мастерскую, но я не мог все оставить. Вернулся забрать его, а там как ураган прошел. Противовес исчез. Его забрали, черт. Какого? Сейф пуст. Мне надо знать, у тебя он или нет. Потому что если он попадет не в те руки, его сила неизмерима. От него зависит наша будущая жизнь людей. Неужели мы старались зря? Ты знаешь, где я. Пожалуйста, поторопись. Что? 2010-й. Ё-моё. Даже так? Что это было? Видео двойка, это называется. Он записал это для меня в 2010-м? Что за черт? И сказал, что противовес исчез? Хреново. Надо разобраться. Давай искать дальше. Бет, если ты всегда будешь так медленно и с выражением и говорить, нас убьют. Э! Слышь, тело. Что там закипело? Пойдем. Что ты тут увидела-то? Ты что-то нашел? Да, мужик. Краска. Еще не высохло. Похоже, тут кто-то недавно был, Джек. Да? Побудь здесь, а мы проверим, все ли там безопасно. Действительно, пусть на входе стоит. Да, так будет лучше. Да, да, да. Сейчас кто-нибудь пойдет, а стоит. Ты что-то делаешь? А я не знаю. Ну тут же безопасно. Идите твою колотит твою. Ну молодец ты, Джек, прям красава. Опачки. Пошли, я нашел, короче, вход. Нам по-любому сюда. В 2010-м он записал. Зато он тебе вернул твой 2010-й. Молодец, Джон. Ключ подошел, смотри. Или подошел? Не, не подошел, окей. А че стоим-то? Ну? Помоги отодвинуть. Сама давай, че ты? Ха-ха-ха, ты. Еще солдат говорит, не можешь шкаф отодвинуть. О! Джек, на видео твой брат обращается ко мне. Но я никогда в жизни его не встречала. А он, видишь, уверен, что его противовес у тебя. Может поменьше будем говорить, побольше отодвигать? Но он сказал, что 4 июля 2010-го года противовес у него украли. Потрахайтесь еще тут. Вы будете дверь-то открывать или нет? Спасибо. Но я надеюсь, тут мы узнаем, кто это сделал. Конечно, узнаем тут-то. Че бы не узнать-то? Фонари горят. И ведь все оплачено, свет работает. Все нормально. Все хорошо. Право нажать на кнопку принадлежит тебе. Да, это мое право с рождения. Между прочим, я был рожден для этой цели. Так что даже не вздумай. Ща я найду какую-нибудь хернюшку, я нажму на твою кнопку. Че тут? Где тут? Ну, блин. Все опять спрячут, что-то приныкают, ничего не найдешь. Где эта хернюшка? Хе-хе, вот она. А че-че мое? Опа. Хорош. Источники хронов 2 из 5. Не хорошо, а хорош. Че у нас тут? Так, у нас их 3. Мы с вами дополнительный заряд. Позволяет Джеку создать трип... Да ну, серьезно? А сколько стоит цена 6? Не хватает. Ладно, будем копить. Три пузыря, прикинь. А сколько сейчас могу создать? Сейчас вообще нет. Не могу создать. Сейчас ничего не дает мне. Ну и хрен с вами. Потом... Опа, спокойно. Че-то такое. Секундочку. А, это мужские же... Тьфу ты, я думаю, кто там стоит. Ты че сюда приперлась-то? Я думал, за ней кто-то следит. Да это приперлась, бабеха вторая. Нажимай, почетная своя миссия. Исполнила, Джек. Исполнена. Красавчик вообще, на кнопки нажимаешь лучше всех. Твою... Ух ты, какой простой. А что если вообще предотвратить разлом? Вернемся во вчера. Все наладим еще до того, как вся эта хрень начнется. Никто не умрет. Пол не полезет в машину. Монарха не будет. То есть, разлома не будет. Подожди, Джек. Надо это как следует обдумать. Так не... Я войду в машину, как пол в университете. Я помогал ее настроить. Запустить ядро, установить коридор, и потом просто ввести дату. Это возможно, Бет. Не уверены, что мы обойдемся без противовеса. Но ты прав. Машина нам понадобится. Вот именно. Начнем с ядра. Никто не хочет разъяснить? Совсем никто? Тебе нет. Совершенно. Эскизы этой машины у него в мастерской. Видимо, он спрятал ее тут. Пояснение все еще приветствуется. А по-твоему, что это было? Нормально тебе пояснился все? Так, управление ядром. Где оно? Джойс от Уильяма Джойса. Бету Айлдеру. Бет, время пришло. Момент настал. Все, о чем ты меня предупреждала, вот-вот осуществится. Пожалуйста, дай мне знак, что ты еще там. Успокой меня. Скажи мне, что противовес у тебя. Я тут с ума схожу. Я годами пытался убедить себя, что ты все в это время была не права, что я зря создал противовес. Я пытался вернуться к нормальной жизни, но теперь вижу доказательства. Пол Сайрин позвал меня к консультантам на свой проект в университете. Они построили ее. Они построили другую машину времени, почти точную копию моего проекта, но со значительными ошибками в расчетах. Как ты и говорила, если они запустят эту машину, разломы не миновать. Как такое возможно? Как они могли так близко скопировать мой проект? Кто-то следил за мной все это время? Ахм. Кто-то следил за мной все это время? Кто-то невидимый дергает за ниточки. За мной следят. Сначала я думал, что у меня паранойя, но это не так. За каждым моим шагом следит один человек. Я незаметно сфотографировал его, навел справки, его зовут Лиам Берг. Он работает в службе безопасности Monarch Solutions. Я впервые заметил его несколько недель назад, но ведь это может продолжаться уже годами. Что ему нужно? Что он знает? Какое имеет ко всему этому отношение? Мне нужны ответы. Я уже не знаю, кому можно верить. Я не знаю, кто еще в этом замешан, что им нужно и зачем, и это. Ответь мне, пожалуйста. Я хочу знать, что не одинок. Если то, что ты когда-то мне сказала, правда, разлом может быть неизбежен. Но я не хочу безучастно его дожидаться. Сперва я должен знать, что противовес в безопасности. Окей. То есть они... Это какое число-то было? А, 16-й год, окей. В 2010-м они еще были незнакомы. Как планом мы сверялись? Он ведь нам отметил, где что? Да по-любому отметил, что теперь еще что-то сделать-то. Ща все разогнаем. Я сейчас все разберусь, я молодец. Чертежи исписаны рукой Уилла. Это он все сделал. Все собрал. Ну да, он молодец, мы знаем. Мы в Monarchе узнали про нее вскоре после завершения сборки. В 1999-м. Да? В 1999-м. Что-то далеко. Они полагали, что ее вскоре уничтожили. Видимо, Уилл хотел, чтобы они так думали. Коридор. Он запускается ключом. А, вот я что, ключом Уилл. Тут говорится, что надо обнулить ядро. Да, Reset Course брусти его. Ага. А как оно выглядит, не говорится? Ну, такое кругленькое. Круглая штука посередине. Наверное. Хе-хе-хе-хе. Вот это я молочек. Как из прошлого века. Блин. Вот он был жал. Сложно на себе жить. Так. План репаратории. Сейчас будем думать, с чего начать. Ага. Надо обнулить ядро. Где пульт управления ядром? Успехи вебовского физика. В 1997-м Уилл получил большой грант. В 99-м он успешно собрал машину времени. Но сам испугался своего открытия. И никому ничего не сказал. Ну и красава, нехера. Взгляни-ка сюда. Да ща я подойду. Так, это кнопка запуска, понятно. Как можно было сдержать это все в тайне? Блин, ну окна, видишь, забитые. 17 лет на скаме и не нашли. Не могу включить ядро, пока оно не обнулено. Да ты чё такой дурной-то? Ты чё там бегаешь, Бэт? Включи ядро-то в конце-то концов. Обнули его, нажми там на ноль. Подели на ноль. Доступ к ядру. Чё ты? Ты говорил, Уилл подготовил противовес. Почему ты думаешь, что машина времени, это не он? Даже эта маленькая штука такая. Он сказал, что противовес украли. Но машина-то до сих пор здесь. Ну? Это такой маленький квадратик. Нам показывали его на этих граффити. Давай обнуляй. Эй! Кажется, я могу обнулить ядро отсюда. Ну так обнуляй. Ты точно понимаешь, что делаешь? Без понятия. Хороший вопрос. Он помогал полу налаживать машину в университете? Из-за чего разломы возник? Лучший физик столетия. Хе-хе-хе. Слушай, Уилл знал, что расчёты не верны. Надеюсь, это означает, что он знал, что делает. К ней был нас и ввёл. Надо её испытать. Первонаперво. Ядро. А второго на второго? Это вон та хернюшка, да? Хе-хе-хе. Первого на первого. Второго на второго. Мы можем найти противовес. Да ща найдём несцы. Так, запускаем эту херню. И чё, всё? Окей. Ядро готово. Надо запустить его из будки управления. Вот сюда, да? Была не была. Хе-хе-хе. Звала, не звала. Всё пять миражей. По утрам. Включай, не включай. Ходи, не ходи. Всё равно нихера не получится у нас. Потому что мы не физики. Что это было? Всё нормально, чёрная дыра. Всё нормально. Нормально. Я тоже физик. Великий физик, смотри. Она работает. Протроны, синхрофазатроны. Заправду работает. Так, давай запишем дату. Хорошо. Теперь запустим коридор. Я пока не могу ввести дату. А, вот значит, вон там. Точно, но не должно так открыто быть. Чё, серьёзно, что ли? Ты куда лезешь-то, мать? Ты обычный военный. Я физик здесь. Я всё разбираюсь. Вот здесь надо, короче. Активируйте коридор. Ну, давай. Нет, это в следующую очередь, наверное. Ага. Теперь надо ввести дату. А так должно быть. Да не орит, и всё правильно я делаю. Я же физик, у меня диплом есть. Да. Переводим дату, идём. Это последний шаг. Ага. Сначала надо настроить машину. Всё, что ли? Во, давай. Так. Сначала коридор, потом дата. Да смысл, коридор уже сделал. Только бы машина ещё работала. Ну, давай быстрей, коридор. Запустить. Вот, видите, дату. Я же всё правильно делаю. Я обгоняю машину времени по скорости. Смотри. Нет, нет, нет. Чё, 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 чё. Чё? 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 Чё там поломал-то, я тебе всё правильно говорил. Чёрт с два. Ты сам всё видел. Машина не исправилась. Мы этого не знаем. Ты не подготовлен. И ты ничего не исправишь, только сделаешь хуже. Сам знаешь. Сам знаешь. Вообще, не пытаться. Терять близких тяжело, я понимаю. Но тут мы бессильны. Нам машину не починить. А кому починить? Половину, чё, хочешь сказать, починить? Но я знаю, кто сможет. Ацепту отсюда поподробнее. София Эмерал. Вот ей делать больше нечего. Я видел запись с ней возле эпицентра. Главное по хроноисследованию. Она будет на банкете в монархе, но там такая охрана, что муха не пролетит. Значит, будем комаром. Пол сказал, что ждёт меня на этой вечеринке. Боюсь, он это не по-дружески сказал. Джек, нет. Она ещё не успела это говорить, как я уже на вечеринке. Ах, Джек, Джек, ну ты даёшь, конечно. Нихонько на пляже за кошкой растёт. Они наркоманы все, конечно. Думают, что в прошлое и будущее сами обкуренные ходят. Давай, половиночек, глагольствуй свою речь. Чё так? Чё так? Сейчас кинцо покажут, что ли? Ага, кинцо сейчас будем смотреть. Ну и нормально, чё мне-то-то? Расслабимся чуть-чуть. Бери попкорн, доставай чё-нибудь. Ну чё, я понял, всё, ничего нажимать не надо. Конец акта 2. Должен плеер автоматом запуститься. Я помню такой, с жёлтенькими хлопочками страшненький. Да? Ну да. Продолжить? Не, ничего не буду нажимать. А то кинцо скипнется. Ну окей, ладно, давай продолжим, без проблем. Точно, кинцо. Эй, хорошо, развилка, дело, дружба. А дело или дружба? Когда я заново переживал прошлое, будущее казалось таким ясным. Но с момента моего отбытия всё изменилось. Так, это половиночка. С тех пор я жил, опираясь лишь на план. И на видение. Я знал, что Джек придёт ко мне. Я это видел. Но я не знал, почему именно. И как всё закончится. Вот он. Ты был прав. Вот этот гнидачий помутик. В моих видениях не всегда чётко. Но они не врут. Кстати, о лжи. Джойс говорит, что нашёл машину времени брата. Мы 17 лет её искали, а он находит меньше, чем за день? Да, звучит сомнительно. И всё же. Мы знаем, что она существует. И не знаем, что успел рассказать ему брат. Но если он вправду её нашёл, зачем ему приходить к тебе? Спорю, он блефует. Вероятно, но мы так и не нашли машину. Пустой, давай. А найти её надо. Зачем? Если Джек знает, мне надо поговорить с ним. Зачем им машина? Чтобы никто её не ломанул, что ли? Доктор Джойс мог бы ответить на этот вопрос. Уильям слишком много знал и был слишком упрям. Думаешь, этот обозлённый молодой человек будет заговорчивее брата? Джек был твоим близким другом. В тебе говорят эмоции. Не поддавайся им. Не буду. Не стоит забывать причину, по которой мы сегодня здесь. После случившегося люди должны знать, что мы всё держим под контролем. Только ты сможешь убедить их. Оставь Джойса мне, а сам сосредоточься на презентации. Мартин, я знаю, что на кону. Ты, короче, слышь, половины, чтыкаешь, та ещё гнида здесь. Но ты, блин, вроде парень-то адекватный. Это же падла, чё там уйти? Ты посмотри на него. Смотри, он там сливается, короче, с темнотой. Он непонятно вообще, чё задумал. Если бы не рубаха, я бы вообще его потерял-то. Ты давай не это. Мы сейчас будем выбирать дружбу. Там было написано. Доктор София Эмерал возглавила наш отдел хроноисследований после гибели доктора Кима. Только она умела лечить мой хроносиндром. А чё за хроносиндром-то? Ой, как тут много всего. Это прямо очень-очень много. В чём смысл? Несчастный случай с доктором Генри Кимом. А тут описывается, наверное, почему, да? Мистер Джойс ждёт нас вниз. Но мы читали про эту... Заткнись, там слышь ты! Короче, он... Смысл ведь в чём? В том, что рядом с Кимом в момент его гибели был только вон тот вон. Вон тот вон, вон, видишь? Углы протирает, ходит, короче. Это он во всём виноват. Особняк был нашей блажью. Но в нём было удобно устраивать такие вот приёмы. А ещё он отвлекал внимание от центра разработок. А, типа, ни хера себе у вас, дорогой особняк, да, черти? Е-е-е-е-ник взяли, и никто не обращает внимания на центр разработок. Хитро! Хитро-хитро умно! Так, короче, Мартин, я тебе не доверяю, но тебе этого не скажу. Сделай мид, что ты, короче, красавчик. Я тоже, мы, типа, такие с тобой за одно дело, а сами, короче, мутим разную воду. Всё понятно. Ты чай, я кофе, всё нормально. Ты чай, я кофе. Нам пора. Наоборот. Ты кофе, я сливки. Вот нормально будет. Пора, пора, не боись. Всё, нам пора. Ой, какая тачка, смотри, Ламборджини. Это у меня в этом, в Need for Speed Most Wanted такое приспособление было для гонок. Почему это ещё здесь? Всё уже должно быть готово. Всё идёт по графику. Не забивай голову мелочами. Ты чё меня отвлекаешь постоянно от всего, а? Ходит, чё-то мне тут нагнетает обстановку. Чего? Чего? А, ты... Я уже думал, меня совсем тут за лоха считают, уже командуют охранники мной. Вот и ты. Здорово, Джек. Захотелось взглянуть на жизнь вероломных ублюдков, которые к тому же так вежливо меня пригласили. Ты злой такой прям. Что будем делать, Пол? В смысле, что? Ага, выбор. Поехали, посмотрим. Я мог попробовать достучаться до Джека, открыть ему глаза, или отдать его Хэтчу, чтобы ничего меня не отвлекало от управления монархом. Не, само собой, надо... Так, посмотрим сначала по поводу дела. Я полагаю, корень ошибок в излишних надеждах. А мы с вами оба знаем, мистер Джойс, что ошибки часто приводят к катастрофе. Вынужден обратиться к вам, мистер Джойс. Но от моего старого друга придется избавиться. Похоронить вместе с остальным моим прошлым. Сегодня, вопреки грядущей тьме, мы празднуем. Празднуем потому, что, как я и обещал, мы готовы к ней. Под моим руководством монарх станет только сильнее. План будет исполняться, как задумывалось. Но это тебе же тот натрендел, да? Ты, короче, врешь мне, наверное. Ты сам себе врешь, Половиноч. Не доверяй этому черту. Я тебе серьезно говорю, он тебя, сука, куда-то заведет. Я был в прошлом. Пытался изменить будущее. Скажи мне вот, что понял. Было время, когда я доверял Джеку больше, чем кому бы то ни было. Это был мой единственный шанс его убедить. Что, блин, значит никто не видел стрелявшего? Но если не произнести речь, то вся моя империя начнет трещать по швам. Сарин решает, что его дружба с Джеком важнее. И монарх может прожить какое-то время без него. Сарин решает сконцентрироваться на управлении монархом, а не тратить время на Джека. Ну и логично, конечно, выбрать дружбу, потому что мы вдвоем-то оба, короче, умеем этой херней пользоваться. Тыры-пыры там, заморозка времени с Арины, с чем он Половиноч, вообще, короче, сильный. А этот Лысый, он что-то, я тебе говорю, он не просто так здесь стоит. Он что-то вот это вот все, он, знаешь, от него что-то такое, знаешь, прям исходит. Вот это вот гниль такая, и он прям по-любому что-то у него свое. Он хочет вообще поднасрать, типа, потому что он был, он убил Кима. Он хочет поднасрать Половиночу. Он... Ой, это все... Давай, короче, выберу дружбу. Окей. Мартин, тебе придется произнести речь вместо меня. Хорошо. В смысле, хорошо? Нам с Джеком многое нужно обсудить. Да. Должно было сбить тебя, слышь, сплант? Алё, ты, слышь, блестящий, ты чего? Блин, я думал, этот панталыг ее собьет. Он сейчас скажет, нет, ты чего, Половиночек? Ха-ха, что ты лыбишься, слышь? Блин, я хотел ему всю панталыгу в натуре сломать. Кого он тут увидел-то? Мы же посмотрели, какой-то херня мне у него пронеслась. Я видел, к чему все придет. Нам-то покажи. Я наблюдал конец времени. Я сбежал от него аж в 1999-й, где все и началось. В 1999-м все началось? Я пытался именить судьбу. И этим сам же запустил ее маховик. Как в 1999-м все началось-то, че? Это че, мы вообще все запутались. Вот сейчас кинцо будет, по-любому. После выбора обычно кинцо. Так, 54% согласились. Смотри, разделилось сообщество на две половины. Кто-то говорит, что дружба, кто-то говорит, что дело. Че за бизнесмены? Во, кинцо, поехали. А че такое короткое кинцо? В монархе все знали заранее. У них есть план. Называется протокол Ковчег. Он может нас спасти, хотя бы некоторых. Ты, Мартин, лицо монарха. Уже много лет. Но давай кое-что проясним. Я все еще капитан. У тебя в голове туман. Тебе пора на процедуру. Тебя дам ждать? Меня? Вот это отвлекало его специально. Не, а зачем нам показывать прошлое-то? А, это, наверное, сейчас покажут, короче, типа коротким файлом что было, а потом полный сериал. Он вооружен и опасен. Типа, в предыдущей серии должно как-то так, наверное, звучать. Здесь, кстати, какие-то неполадки с кинцом. Оно, по-моему, как-то дергается, или мне кажется, или так положено. Типа эффект такой. Вроде 30 фпс стабильно держится, а че-то... Да, вот сейчас будет полный сериал. Ну, давай его попалим, че бы нет. Сколько можно играть-то? Пора уже и кинцо посмотреть. У меня вот кофеек есть. Правда, кружка грязная не буду ее показывать. Хе-хе-хе, но он есть. А я буду пить его потихо, чтобы никто не заметил. Да, мышка, уйди с экрана, ты мешаешь отвлекать. Меши. Так, это половина чулечит у нас. Че-то с ним совсем все тупо, по ходу, дело. У них любовь, что ли? Может быть. Ну да, по ходу, дело не че-то это. Данные по временным аномалиям. Конец может настать раньше, чем мы думали. Я видел, когда он случится. Разве ты не допускаешь, что мог что-то неправильно понять? Джек знает, где машина у Уильяма. Мне надо поговорить с ним. Речь произнесет Мартин. Мартин? София. Спасибо. Короче, писали в комментариях, что типа субтитры это для глухих людей. Теперь я понял, для чего они. Это вполне себе логично. Я думал, они это, шпехаются, а они, по ходу, типа... Или, может быть, он просто не захотел. Играет приглушенная рок-музыка. Чарли, а что ты совсем не пьешь? Я просто не... Я не в том настроении, что много... Ну пою и выкинь бассейн. Тяжелый денек? Да. Да. Да? У меня тоже. А что у тебя? Много всего сегодня случилось. Ага. Пришлось разбираться с внутренними делами. Внутренними делами? Ага. И мне ничего не расскажешь? Ну... Они же внутренние. Чарли. Хорошо. Хорошо. Сейчас все вымутит, смотри. Хорошо. Какая хитрая бабень. Сегодня я помог поймать предателя. Ах ты сука. Предателя? Это поэтому столько шума было? Да. Моих рук дело. Кто это оказался? Кто это? Кто это оказался? Кто, в смысле, кто был предателем? Да. Я не могу. Что? Мы не будем обсуждать это. И... Просто ты это преподнес так драматично. Ага. Пожалуй... Пожалуй, я не могу больше ничего тебе рассказать. Честно. Не шучу. Ты тряпка, а? Ну, я просто подумала... Ты хочешь со мной поделиться? А потом и раздеться. Я пойду по пудреносик, так что... Поскучаешь че-то. Ладно? Хорошо. Пообщайся. Выпей для начала. Ладно. Короче, она сейчас вместо пудры носа пойдет всем сливать, короче, инфу, что, типа, кого-то из нас запалили. А он, походу, такой, знаешь, нелюдимый человек-то. Его никто не знает, никто не любит. Так, все, не паникуй, мать. Все нормально, 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 все. Все, держись в руках. Тихо, а что случилось? Че-то не понял я. Че она так тяжело... Ну, она, короче, она же в нашей конторе-то. Она как бы с предателями. Ну, типа с нами. С нормальными пацанами. Лем, ты же спецагент. Правый, ответьте. Ноложите обстановку. Говорит, право, все чисто. Ты же можешь их убить всех один. С головы. О! Здорово. Они друг друга знают, нет? Спасибо за ствол. А, точно. Он же у него пистолет подрезал вместе с Бет. Ну, анекдот бы хоть рассказали друг другу, там, не знаю. Ехали как в фургоне Джека или... Все было хорошо, но потом... Переключили кадр. Да ему насрать на полос, видно же. Мы в большой опасности, а он не понимает. Не хочет понимать. С чего бы это? У нас есть разногласия, но тебя явно беспокоит будущее монарха. Тебе не все равно, что случится. Да не верь ты ему, женщина. Если наступает нулевое состояние, что-то надо делать. И какие же варианты? Ты сам знаешь, какие. Какие? Послушай, София. Дело не в том, поверит ли Пол мне. Просто я не верю тебе. Чего? На мой взгляд, твой подход... Контрпродуктивен. Ты настраиваешь Пола на катастрофу. Морочишь ему голову апокалипсисом. И, честно говоря... Я бы на его месте не доверил тебе такой ответственный пост. Вот ты гнида, а, все узнал. Действительно, не все равно. А теперь извини. Мне нужно готовиться к выступлению. Чего ты так отчаянно боишься, Мартин? Что у него власть заберут. По-твоему, я чего-то боюсь? Ай, цыканула. Ха-ха-ха, цыканула, слетела. Нет, я говорю, он, короче, тот еще черт. Сэр, презентацию проводим мы. Не подведи меня. Кому он там позвонил? Ладно. Действительно. Ладно. Действительно. Эй, ты же Крокер, верно? Кто-кто? Эй, Крокер! Кракен? А, это солдат, защитник этот, охранник. Крокер! Глухой, что ли, гепты? Мне срочно надо посрать. Дай кепку. Черт, ну давай же. Крок! Крокер! Крокер! Ну же, Крокер! Йоу! О-о-о! Поехало мясцо! Давай, давай, давай! Где этот хакер-то? Он, короче, главный. Его надо подрубить. Тогда некому будет следить за всем. Вон там. Кто? Вон та женщина в жерелье. Готова поспорить. Угу. На что? Неплохой выбор, но спорю, что он тот, который типа Райан Бослинг, разговаривает с Джорджем Клуни. Весь такой, с крутыми запонками. Балтает о фондовой бирже. Да. Ага. Там Джордж Клуни. Ричард, где тебя носило? Забыл приглашение. Да что ж ты такой рассеянный? Попси, я не рассеянный. Уп. Здрасте. Да. Ага. Тянет? Не-е-е. Бам. Я тебе говорила. Чё это прикол-то? Что ж я так штуку проигрываю? Пойще больше не выпью. Нет, правила есть правила. Правила надо соблюдать. У тебя ещё одна шпажка. Да не, он слишком трезвый, чтобы так говорить. Сделаем. Вообще-то терпеть не могу это всё. Ты справишься, дружище, справишься? Спасибо за поддержку. Короче, она натуре хочет его напоить, попасть к нему в кабинет и всё будет нормально. Спасибо. Хоть бы не совсем суку проигрывать. Хочешь пройтись? Ага. Вот она, короче, тоже курица, да? Он, конечно, конь-конь, но он исполняет свою работу. Плюс ко всему он думает, что она как бы... Кракер, 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 кракер. Ладно. Эй, дружище, кракер, кракер, кракер! Клёрк! Кракер! Эй, приятель. Эй, 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 эй. Слушай, слушай, если мне придётся войти, ты, блин, пожалеешь. Послушай, это всё грёбанное недоразумение. Я завтра выйду. Я... Я замолвлю за тебя словечко. Помогу с продвижением. Всё, что я прошу. Хитрый. Просто отведи меня в долбанный сардир. Иди к задней стене. Чёрт, спасибо, друг. Короче, тот программист, короче, спаивает. Он думает, что он ей нравится, а она всё свои корыстные цели преследует. Ну, вот он, короче, расстроится, да? А это сейчас с албой ему пропишет, по-любому, и ключ заберёт. Заткнись. Медленно подходи. Ага. О-хо-хо! Тебя, Джек, и чё ты обучал стульями людей-то убивать? По-любому, прям, Джеки был. А Джек надо освободить. Не забывай про него. Он наш спаситель. Чёрт. Опа, зарядка сила. Я знаю эти звуки. Доступ, чё-то там. Где субтитры-то? Ты же не против, что мы ушли? Прежде всего, я вообще не особо хотел идти. Ладно, тогда зачем пошёл? Потому что кое-кто меня заставил. А-а-а. Да нет, так-то он слюнтался нормально всё. Похоже на динозавра в шлеме. Ну да, лучше и не скажешь. Это мы видели в Батин. Нам вообще сюда можно? Да, сто пудов. Ладно. Хорошо. И чем бы ты сегодня занимался, если бы мы сюда не пошли? Что, если бы не пошёл на вечеринку? Да. Ну, я бы отменил все свои мега важные дела. А-а. Ну, и пошёл бы поработал. Тебе не кажется, что ты трудоголик? Да, но я... Неплохой ответ. Ну нет, я имею в виду, что я... Это не ощущается, как работает. Я... Я люблю возиться с компами. Ага. Я чувствую себя на своём месте. Счастливый человек. Ты тоже постоянно работаешь. Не меньше меня, на самом деле. А-а-а. Тебе не кажется, что, может быть, ты работаешь чуточку многовато? Может быть, не знаю. Я не знаю, думаю, да. А-а-а. 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 Ах ты говнюк. Эй, погоди. Тебе всего-то было надо впустить меня в лабораторию. Ты предал, монарх. Что мне ещё оставалось делать? Не, ну так-то да, всё логично. Ты что, вообще не в курсе, что творится? Мне нужно туда попасть. Там есть нечто важное. Протокол Ковчег. Ты работаешь с Бэт Уайлдер. Я уже тебя видела раньше. Ты её знаешь? Ну, она тоже с ней работает так-то. Из-за неё я здесь. А-а-а. Блин, обидно за него вообще. Он-то думал. Смотри, его грустные глаза какие. Она его взяла, короче, сука, использовала как сраный мешок. Для мусора такой, знаешь, старый, плохой. Он так-то хороший пацан. Чё уж все на него гонят. Он делает свою работу. Он верит в светлое будущее. А без пушки всё ещё никак? Да мало ли, может, и кунг-фу не наш. Они вот так вот с ним, как с... С котом. Ну как так-то, а? Какой ты славный, малый. Его ведь казнят за это. Хотя, кто его казнит? Он самый лучший у них там этот компьютерщик. Это здесь. Ничего я ему не сделаю. Он скажет, меня заставили под пушкой. Да, точно. Конечно. Ясно, ясно. Ясно. У вас же не получится, а у меня... Особый талант. Рад, что его так ценят. Это он через наушник открыт сигнализацию? Как так вообще? Там у этих телефонов только USB и наушники. А, ну через USB, может быть, да. Хакер Хаилов. Чё ты там закипела, мать, чё увидела? Что это? Да, чё это такое? Чё там, бляха, расскажите? Да что это такое? Да ну натуре, ну чё? У меня тоже интересно. Чё за хрень-то? Чё это? Чё это? Чё это? Чё ты плачешь-то? Чё происходит? Хрономутированный организм. Чрезвычайно агрессивный. Монстры? Я ж тебе говорил, должны быть монстры, наверное, здесь. Организм? Это доктор Ким. Так он не по... Нормально так. Он, оказывается, не помер. Он стал, короче, мутантом. Не, ну если сюда мутантов взвезут, это будет поинтересней. Ну, чем обычные эти... сверхспособные в костюмах. Так, это Половиноч пришёл, короче, к Джеку разбираться, да? Точно. Здорово, Половиноч. Как оно? Такую здоровую комнату и всего лишь один стол. Он нерационально использует пространство, совершенно. Можно было кофе поставить. Давай, Половиноч. Только не плачь. Всё серьёзно, рассказывай. Вторая машина. Где она? Я думал, мы это... Извини, там что убил. Я без понятия, о чём ты. Правильно. Не с этого надо начинать. Я был в прошлом. Пытался изменить будущее. Избежать ошибок. А в итоге понял, что это невозможно. В замкнутой петле времени мы с тобой, чтобы я не делал, всегда оказывались именно здесь. Чё врёшь, что я мог выбрать другой врешет? Что бы я ни делал... Время не конец. Зачем ты убил Уилла? Я считаю, ты нахрен спятил. Не, ну ты же видел двух половиночей, как ты спятил-то он. Мыслю я более чем здравый, поверь. А вот память, к сожалению. Вот от чего и лечит. У него этот... С головой беда. Растянулась. Как будто... Я видел слишком много. У него не хватает мегабайтов в мозгу. И всё перемешалось и слилось воедино. Кроме нескольких отдельных отрывков. Особенно одного. Какого? Где ты и я... Нам 11 и 12 лет... Нашли того бродягу. Помнишь? Нет. И когда я вернулся в прошлое, то попытался изменить... Именно этот отрывок. Я отправился на крышу. Попытался с ним поговорить, но он меня испугался. И упал. Как и раньше. Чтобы я не делал исход... Один и тот же. Мы всегда видим это тело. Это неизбежно. Я не отворачиваюсь от человечества. На данном этапе... Оно необходимая жертва. Молодец такой. Давай-ка всё убьёшь. Значит и Уилл был... Убьёшься человечеству. Необходимой жертвой. Уилл отказывался верить, что грядущее неизбежно. И он стал препятствием. Скажи мне вот что, Пол. В этих твоих видениях... Я тебя убиваю или нет? Блин, а чужим время-то не остановит. В натуре он же может. Если ты передумаешь... Дай мне знать. Хотя Половинч тоже это умеет. Но Половинч же не Спайдерменом какой-нибудь. Он же драться, наверное, плохо умеет. Без пистолета-то. Чё-то всё это очень-очень странно, короче говоря. Кем он был? Моим учителем колледжа и наставником в монархе. У меня был трудный период, а он меня выручил. Понял. Чё понял? О, этот, 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 этот. Нет, чёрт. Это же отчёт доктора Эмерал. Что там? Зависания. Они... Они происходят всё чаще. Что такое зависание? Чем чаще зависание, тем ближе разлом. Так, а что за разлом? Ёпта, программист. Ты вообще же ничего не знаешь. Нулевое состояние. Всё замирает и больше не идёт. А протокол Ковчег может спасти нас? Без понятия. Но регулятор хронополия Это основа хронотехнологии монарха На нем все завязано И он как-то связан с ковчегом Ну нахер, слышь, спалились, короче Все, беда, бежать Ой, сейчас будет мясо Нет, 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 живо, живо Сюда, сюда, Чарли, давай Нет, нет, не надо, не надо Тоже заблешь Фиона В лаборатории защиты от зависаний Что здесь? Это зависание? Ты куда? Там были хроношилеты, они нам помогут Короче, у нас появился новый союзник Прямо вот жопой чую Он скажет, вы че, меня все обманывали Я тоже хочу знать И он, короче, будет за нас программировать По-любому, прям, смотри, как красота Не трогай туда, не лезь Даже палец не суй Че это? Твою мать Во, я тебе тоже про это говорю Три штуки надо Смотри, взял без телефона, открыл Собака такая Ой, куда ты своей пукалкой лезешь-то и идти сбеги Твою мать Надень Да, и хер поймаешь У него же нет этого хронового ворота Он так не сможет Это надо сюда, короче, Джека было Ну, бабеху-то возьми Ты убил его Ах ты ж, сука ты, борода-то А я в конце так Опа Так он упер с собой жилет второй, смотри Кидануть захотел Я не понимаю Ему только что показали, что происходит полный, как Вообще этот, полный вообще все А он взял и дальше побежал И жилеты упер Собака такая Гнида Их тварь Крысеныш Ай, ладно Давайте на этом закончим Это мы посмотрели с вами второй сериальчик Ссылка на площадь в описании под видео Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер Комментируйте, ставьте лайки Все на следующей серии, ребят И всем пока Раньше здесь был мат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова